И так, привет, дружище, меня зовут Саша, ты на канале Князь. Сегодня выходит, наверное, необычное видео, я даже не знаю, чем оно закончится, буду ли я заморачиваться ради этого видоса или нет, или просто немножко по балаболю. Фишечка заключается в том, что ко мне недавно совсем обратился подписчик в моей группе ВКонтакте, в предложку там написал пост по поводу того, что он напоролся на какой-то тест, как-то что-то его прошел, конечно, в итоге попал на группу, где продают аккаунты. Я этому не придал значения, я думаю, еще одна очередная говногруппа, где продаются аккаунты, соответственно, обманывается народ, и вот это вот все вместе взятое, как мы понимаем. Но тут я решил, короче, пройтись по группам, на которые я подписан ВКонтакте, кстати говоря, не забудь поставить лайк, дружище, для себя стараюсь, и, я не знаю, зашел в ютуберскую группу, селфи называется вроде, да, журнал селфи. Такой листаю, листаю, такой смотрю, бас, рекламная запись, Castle Clash, я думаю, блин, ребята, GG, молодец, ну неужели вы начали Castle Clash рекламировать, а не только Lords Mobile? Думаю, блин, классно, я уже начал потирать свои грязные ютуберские меркантильные ручонки от мысли о том, что в игру придет новая аудитория, и, соответственно, придет новая аудитория на мой ютуб-канал, но нет. Я присмотрелся к этой фигне, и обратил внимание, Castle Clash рекламная запись от нуля лет, докажи, и vk.mecastlefans, я такой, ну стой, это ж неофициальная группа, что за фигня? Хорошо ты знаешь игру? Смотри, окей, докажи это вместе. Я такой вот захожу сюда, ну точнее, вот вместе с вами захожу. Опа! Хочешь пройти тест? Тогда пиши тест. Ну давай, тест. Давай, проходим тест. А, это, это мне надо с этими штуками, да? Слушайте, прикиньте, прикиньте. Тест, давай. Ха! А, слушай, бот заработал. Я думал, что это на самом деле, я думал, что это на самом деле просто какой-то чувак сидит там на готове. Что за герой на картинке? Команда, отписаться, отключить рассылку наших важных новостей. Слушай, ну давай, бог грома. И чё? Это вот так вот тормозит? Окей, что за герой на картинке? Ворожей. Окей, слушайте, на самом деле это видео, это видео, оно будет очень важное для самих разработчиков. А, потому что, как бы, тут рекламируется под видом игры Castle Clash или под брендом игры Castle Clash какая-то непонятная схема. Потому, если вы поделитесь этим видосом, в особенности как-то его там, не знаю, продвинете или опубликуете ВКонтакте, то я буду очень рад. А, что за герой на картинке? Душегуб. Ну, хотя я на самом деле и сам отправлю видео, да, ребята. Ну, короче, посмотрим. А, что за герой на картинке? Ледяной дьявол. Это, наверное, для умственно отсталых какой-то тест. Окей, стрелок. Молодец, ты настоящий боец. Подписывайся, чтобы не пропустить крутых обновлений. Куда я должен подписываться? Это мне ссылку, да, и куда подписаться? Ну, Castle Clash. Заходим. Попадаем в эту группу. Castle Fans. Окей. Фонд сообщества... Фонд сообщества по игре Castle Clash. Здесь любой замковладелец может общаться с другими игроками, участвовать в конкурсах и узнавать самую последнюю информацию о любимой игре. Также каждый может пройти тест по данной игре. Напиши нам в ЛС. Боже, что за... Что за дегроидность? И дегроидный тест. О, боже, что это? Это для кого рассчитано? Для... Для... Для чего? И теперь смотрите. То есть у нас получается, что контакт рекламирует, ну, как бы, группу, в которой продаются аккаунты. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Теперь просто вот группа, да? Заходим. Товары. Аккаунт 1. 750 рублей. Чтобы его купить, нажимаем написать продавцу и оплачиваем через популярную платежную систему. Гарантируем, что не кинем 100%. Более тысяч успешных сделок в разных категориях. Оплачиваемая услуга из категории All In, вы получаете увеличенный шанс получить результат в соответствии с пользовательским соглашениям. Слушайте, ну, это просто пацаны к успеху идут. Это просто пацаны к успеху идут. Если вдруг кто-то из вас воодушевился, и он думает, что он за, ну, скажем так, небольшую сумму денег купит аккаунт, то я вас смею огорчить. 99% что вас просто кинут. Во-вторых, типа, а как они продают аккаунты? Просто какой-то скин, скрин, 635 тысяч силы, 500 рублей. И показать все товары. Ну, и что у нас тут самое дорогое? 750 рублей, да? 750 рублей, 120. Это как бы это все, что мне надо знать об аккаунте, который стоит 750 рублей. Интересно, мне надо как-то зайти с какой-то левой странички и попробовать какой-нибудь аккаунтик купить. Но мы, к примеру, возвращаемся. Что же у нас из себя представляет группа? А группа у нас из себя представляет группу по продаже аккаунтов. Они говорят, знаешь, что, типа, ты, грубо говоря, все узнаешь о новостях нашей любимой игры. Нет, здесь просто тупо продаются аккаунты. И это рекламируется, не знаю, под видом TESTAL Clash или еще чего, ВКонтакте. ВКонтакте это рекламируется. То есть, они даже заплатили денег, чтобы брать это и рекламировать. От геймеров для геймеров. Написать сообщение. Время ответа 1 минута. Полторы тысячи. Кастл Клэш арена войны. Приложение в Google Play. Кастл Клэш пусть в храбрых. Я не понимаю, что это вообще такое. Причем я напарывался на группу. Сейчас, подожди. Сообщение. Сообщество. Вот у меня, к примеру, мой князь не до паблик. Здесь предлагаемые новости. И вот мне парень тут писал. И тут, видать, та же самая фигня. Но, походу, то ли уже жалобу кинули, то ли что. Ну, подобная фигня, да? Пройди тест. Пройди тест. И как бы здесь уже вроде группа идет как с какими-то мемасами. Да, давайте почитаем, что у нас тут. О группе. Фан, сообщество. Игроков, битвы, замков. Здесь любой замковладелец может обстречаться с другими игроками. Участвовать в конкурсах. И узнавать самую последнюю информацию о любимой игре. Смотрим, что здесь написано. Здесь то же самое. Это просто, ну, типа, одна группа. Castle Fans. Здесь Castle Fools. И мы сами прекрасно понимаем, что это из себя представляет. Да, но, честно, ребята не будут делать плюс 100-500 групп похожих. И эта группа с этим гребаным тестом тоже таким же образом рекламировалась. Слушай, ну, давай попробуем написать. Написать сообщение. Давай тест. Может, у нас какой-то супер другой инновационный тест по игре будет, да? Тест. Еще раз, ребят, говорю. Это мошенники. Меня больше удивляет тот факт, что, как бы, они берут и реально ВКонтакте за Бабулеса это рекламируют. То есть я, как человек, играющий в битву замков, я, получается, подходящая аудитория для рекламы, мне сразу сгенерировал контакт рекламы. Окей. Напиши тест без кавычек. Хочешь пройти тест? Да. Давай. Давай. Да, сейчас пройдем тест. У какого персонажа больше урон? О, тут уже, тут, понимаешь, тут уже, тут уже вопросы поинтереснее, ребята. Дальше. У какого персонажа больше урон? Ну, у ведьмы морозницы, наверное. Только видишь, через задницу сделано. Так, окей. Ну, идем дальше. Ну, я ответил, ведьма морозница. Че, неправильно? То есть я что-то не то ответил или что? Или оно тормозит? Или там реально сидит, короче, чувак, который, то есть, как бы, они бота не придумали, а там реально сидит чувак и, как бы, вам накидывает эти вопросы вручную. Кто такой смотрит? Бля, Александр, что-то, короче, знакомый. Я говорю, слушай, это не князь случайно проводит тесты, а? Ну, смотри, все, у меня, у меня зависло. Или, может, я, короче, неправильно ответил. Но вы сами понимаете, что это такое. В чем тут есть, есть подписчики, да? Еще раз, ребята, говорю, ни в коем случае не вздумайте это покупать. Я хотел бы обратиться к ЭДЖИ, там же, там же сидит наш многоуважаемый Александр, вот, заведует соцсетями, контактом и прочим, комьюнити-менеджером. Все дела. Все-таки баланс, это дело тонкое. И тут важно не переборщить и не перегнуть палку. Вот, и как бы мне хотелось бы, чтобы ЭДЖИ все-таки проявила стойкость характера, обратилась бы в контакт и узнала, каким это образом рекламируются мошеннические группы, где продаются аккаунты в игре Castle Clash. Ну а-ля продаются, просто людей на бабки кидают, при том, что как бы это делать запрещено, ведут коммерческую деятельность. Я не понимаю, как это, ну как это контакт допустил рекламу этой ерунды. Я говорю, я не хочу даже запариваться, я не хочу проверять, ребята, но по факту, по факту, ну, камон, ну, мошенники. Вот, особенность, когда, знаешь, у тебя две разные группы, видать, на одной там что-то, короче, реклама отключилась, на другой нет, все, все заглючил. Они, 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 походу, там, походу, реально, живой чувак, сидит раб такой, типа, супер, супер бот, супер бот. Да, еще раз заходим в группу. Просто жесть. Причем, среднее время ответа, одна минута. Ну, короче, IGG. IGG. Когда сломал бота. Ну, потому что, потому что, потому что, скажем так, это, наверное, не бот, а какой-то реальный человек. Ясно. Ребят, не ведитесь на мошенников, пожалуйста, и распространите это видео, предупредите остальных, потому что есть официальная группа, да, битвы замков, и, к сожалению, она рекламу, как я понимаю, не закупает у контакта. И есть неофициальный клуб игроков Castle Clash. Вы там никогда никаких мошеннических схем, ничего не увидите, там не будет, сколько, подожди, у нас тут 42 тысячи подписчиков, у официальной группы, у официальной группы, ребят, около 289 тысяч в подписчиков. Ну, на самом деле, на подписчиков тоже не особо, наверное, стоит смотреть, по той причине, что, по той причине, что это все легко накручивается. Если не ошибаюсь, в свое время было куча групп по 40, по 50 тысяч подписчиков, там, где посты по полтора лайка набирали. Ну, как бы там, как бы там, ребят, все понятно, так что будьте благоразумны, не ведитесь на мошенников, вот, всем удачи, ребят, и пока на месте IGG я бы разобрался бы с этими злодними, писюхастами, разбийниками, вот, чао.